Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на набор из линейки Seasonal под артикулом 40125 и с названием Сантос Визит, то есть Визит Сантос. Набор 2015 года и содержит в себе 167 деталей и одну мини-фигурку. Давайте сначала рассмотрим коробку. На лицевой стороне изображен сам набор, небольшое оформление с ёлочными игрушками, отсылающие к Рождеству и Новому Году. Логотип Лего и вот такое, как сказать, оформление, присущее всем наборам серии Seasonal и прочим таким мини-наборам эксклюзивным. Сзади у нас изображена некая история набора, пока Санто раскладывала подарки под ёлкой, кошка выпила всё молоко и съела печенье. Наверху изображена кошка в масштабе один к одному, чтобы можно было прикинуть примерный размер. Открывается коробка посредством подавления клапана. Давайте её сейчас откроем. И что же было в этом наборе? Тут у нас два пакета со стальями, в бурене упакованы пластинки 8х4, режевые инструкции и всё. Инструкция. Обложка инструкции полностью дублирует лицевую сторону коробки, за исключением рекомендуемого возраста 7+. Ну и в принципе сама инструкция довольно обычная, ничего интересного в ней нет. Оформление мне напомнило, оформление инструкции Series City. Ну и в конце инструкции есть список всех деталей набора и реклама ещё одного Seasonal набора, посвящённого зимним забавам и развлечениям. Ну, в общем-то, об инструкции больше, я думаю, нечего говорить. Перейдём к деталям. Чем примечательны последние Seasonal наборы? Тем то, что в них довольно много разных редких деталей. И этот набор не исключение. Например, тут есть вот деталь вот такой кирпичной кладки. В последнее время подобные детали используются всё чаще, однако не так уж и часто. Деталь кошки тоже довольно редкая. О ней мы поговорим подробнее чуть позже. Мешок. Деталь кошки. Деталь кошки. Деталь кошки. Принтовая. Имитирующая печенье. Борода. И вот такой вот новогодний компакт. Шапочка. И вот такая деталь. Ну, в принципе, она не такая уж и редкая, если иметь в виду её форму. Но цвет подобный был, встречаешь, встречается не так часто. Ну и, в общем-то, наверное, всё. Остальные детали тоже редкие, но не настолько интересные. А, ну, забыл вот про эту деталь. Вот такой кругляшок с упоркой в центре. Я такие детали раньше не встречал. Довольно интересные. Думаю, много где можно найти для неё применение. Ну, давайте приступим к сборке. После сборки остались следующие запасные детали. Пара вот таких квадратных тайлов, нескольких цветов. Несколько круглых пинов. Тоже разноцветных. Одна печенька. Борода. Звёздочка. И вот такой вот техник пин. И парочка ещё квадратных пластинок. Ну, теперь давайте рассмотрим мини-фигурки, которых в наборе две. Первая – это вот такая рыжая кошечка. Подобная деталь, именно деталь такой раскраски появилась, если не ошибаюсь, примерно два года назад в 13 серии мини-фигурок. Там у фигурки бабушки была тоже кошка такая же, но серия. Такой расцветки на этой детали кошка появилась вроде бы в прошлом году, в 2014, в серии мини-фигурок по Lego Movie, там какая-то женщина была с кучей кошек. И там была вот как раз такая. Ну, в общем-то, я думаю, говорить больше нечего о ней. Её внешний вид мы только что сами рассмотрели. Перейдём ко второй мини-фигурке. Это Санта Клаус или Дед Мороз. У него есть вот такая кружечка и борода. Подобная борода встречается не впервые. Была у многих Санта Клаусов предыдущих, потому что она выпускается уже далеко не в первый раз. И у гномов четвёртой серии мини-фигурок. Также снимается у него шапочка. И можно снять лицо, голову, чтобы смотреть принт лица. Вот такое жизнерадостное лицо с седыми бровями. Ой, с седыми бровями. И принт на теле. Вроде бы в одном из адвент-календаров по звёздам воинам была фигурка Йода в костюме Деда Мороза. И там использовался как раз вот такой торсик. Также для Деда Мороза есть ещё один аксессуар. Вот такой вот мешок с подарками. Его можно дать ему в руки. Довольно сильно похожий на мусорный пакет. Вот и сам набор. Набор довольно маленький, но в то же время довольно красивый и интересный. В наборе имеется вот такая маленькая новогодняя ёлка с украшениями и звездой на верхушке. И часть комнаты с камином, крутящимся креслом и вот таким столиком с печеньем на камине висит топор. И вот такая штука. Я не знаю что это. Над камином у нас пятьдесят два носка для подарков. И вот такой венок из ветвей ели. Также есть ещё вот такая лампочка. Сзади тут просто стена и труба из кирпичей, имитирующих кирпичную кладку. Весь пол гладкий, поскольку сделан гладкими детальками, пластинками, тайлами. И это очень хорошо. Правда вот тут есть выступ, но он сделан специально, чтобы стоить сюда кошку. Но несмотря на то, что тут специально ставлен один пин, кошка не очень хорошо держится, сколько вот сразу падает. Но несмотря на это, набор хоть и маленький, для своего размера, мне кажется, дороговатый. Он очень хороший, поскольку довольно много редких деталек. Хотя выгоднее будет купить их на бриклинке, чем брать вот подобные наборы ради них. Но детализация всё очень красиво сделана. И мини фигурки. Я сказала бы, что он не идеальный, но тоже довольно прикольный и интересный. Ну, на этом, наверное, всё. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok